МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лёшка, привет! Лёшка, привет! Лёшка, привет! Лёшка, привет! Лёшка, привет! В последнее время я много думаю, и это отвлекает меня от работы. Да, вы будете удивлены, я думаю совсем не о ней, а о нем, о Викторе. Наши отношения стали слишком серьезными. Ну, не то чтобы я против, просто меня это пугает. Он стал для меня очень дорог, и это тоже для меня непривычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя мои проблемы по сравнению с Киринами, просто детский лепет. Бывшей супруге Кире удалось отсудить дочку, и теперь на моего друга было просто страшно смотреть. Сердце кровью обливалось. Не грусти. До свидания, тетя Таня. Пока, Дашуня. Ну что, будешь подавать кассацию? Зачем? Кирь, а может пойдем ко мне домой, а? Да, посидим, поболтаем. Ты ж сегодня выходной. Виктор вечером придет. Сходим куда-нибудь вместе. Пойду напьюсь. Скажите, есть смысл делать что-нибудь еще? Практически нет. Ну, сами посудите, ну кто ему отдаст ребенка? Мать опять будет упирать на то, что он пьет, потому же у него работа такая. Есть еще и другой фактор. У нас ведь в судах такие дела рассматривают в основном женщины. А они ведь как рассуждают? Мать какая-никакая, а все-таки мать. Вот именно, что никакая. Вас подвезти? Да нет, спасибо, я пройдусь. До свидания. До свидания. Мне нужна ваша помощь. А что случилось? Два дня назад пропал мой брат. Он уехал на вечеринку и не вернулся. А ему всего девятнадцать. А вы с ним не ссорились? Все-таки трудный возраст. Он уже не подросток, к сожалению. Тогда мы с ним отлично ладили. А сейчас что-то изменилось? Это все его девушка. Понимаете, у нее совершенно другие увлечения. Рок, мотоциклы, ночные дискотеки. И одежда идиотская. А Леша, он тихий, интеллигентный мальчик был, по крайней мере. Понимаете, он мне как сын. У нас десять лет назад умерли родители. И все это время мы были с ним вместе. Он прекрасно разбирается в компьютерах. Он не захотел быть ни экономистом, ни юристом. А в политех поступил. Ну, там они с этой Ритой и познакомились. Они вместе учатся? Она уже бросила институт. А в милицию вы обращались? Прошло только двое суток. А в больницах пробовали искать? Вы состоятельный человек? Я хозяйка салона меха. А если это похищение с целью выкупа? Тогда бы уже позвонили. Но нет. Я думаю, что это Рита его увезла от меня и подальше от института. Возможно. У вас есть ее адрес? Вот это Лешка. А вот это вот она. Но скорее вы найдете ее около памятника Ленина. Обычно они там все собираются. Лешка туда тоже очень часто ходил. Пойдемте, там Рита дерется. Это моя фиртура! Все, ну ты, 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 ты! Все, блин! Все, давай! Давай, давай! И не лезь сюда больше! Что здесь происходит? Да ничего. Что ты даешь? Держи ролики. Ну что, покатаемся? Не, у меня дела. Аливидерчи. Ну, пока. Ты чего дерешься? За территорию. Ты правда частный детектив? А ты откуда знаешь? Наши говорили. Это был твой парень? Кит? Нет, это мой брат сводный. А сколько стоит тебя нанять? А что, какие-то проблемы? Да, у меня подруга погибла. И парень пропал. А разыскать пробовала? Да бесполезно. А когда ты видела его в последний раз? Два дня назад. Подумаешь, два дня всего лишь прошло. Да он не мог просто так. Он не такой. А что ты там про подругу говорила? Она под машину попала. И как раз тот день, когда Лешка пропал. Они вместе, что ли, были? Да нет. Лешка такси поймал. И домой поехал. Поздно было часа два. Мы его с Китом, ну, с Никитой провожали. Я номер запомнила. Запишешь? Запомню. Т-054-л. Ну, все. Пока. Давай. Да, Кирь, запомнила. Спасибо. Лесков Владимир Семенович. Волжская, дом 18, квартира 14. Извините, вы Лесков? Да, мадам, а по какому вопросу? Я из милиции. О, а в чем дело? Я Волкова. Татьяна Волкова. Владимир Семенович Лесков. Вы знаете Алексея Ильина? По-моему, нет. А это лицо вам не знакомо? А я видел его три дня назад. Где? Я подвозил его до дома. А что случилось? Он исчез. Похоже, вы его видели последним. Хороший парень, приличный такой. А как вы полагаете, что... У меня к вам просьба. Вы можете поехать со мной по тому же маршруту и показать, где вы его высадили? Конечно. Конечно. Только нужно в гараж за машиной сходить. А моя машина за углом. Давайте на ней поедем. Поехали. Здесь я его и высадил. Смотрите, что это? Похоже, кто-то погиб. А куда он пошел? Туда и пошел. Где эти цветы? Вас отвезти домой? Нет, спасибо. У меня здесь приятель. Прогуляюсь. Спасибо за помощь. Извините, пожалуйста. Вы не знаете, что здесь произошло? Здесь женщину сбили. Насмерть. А когда это случилось? До дня три назад, а сегодня уже похоронили. Молодая. Смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова На кону 20 тысяч баксов. Если кит перелетит, баксы его. Если не долетит, оплачивать ремонт тачек и выплачивать 20 штук их хозяевам. Поехали. Субтитров А.Егорова Кит, все нормально? Жив? Увидимся. Кто там? Я. А, проходи. Слышь, меня Ренат послал. И ты туда же. Я тебя о помощи просил? Я вступился, если бы мог. Но кто тебя за язык тянул, сам Рената знаешь. Одни проблемы. Ладно, извини, Арсен. Обойдется. Нет, ты что, не догоняешь? Тачку-то я сам отремонтирую, а где мне двадцать штук достать? Если я долг не найду, она его. Выкрутишься. Я не знаю. Ладно, а что он сказал? Осталось два дня. Но я пошел. Увидимся в баре. Увидимся в баре. Угу. Это твой значок? Угу. Угу. Так ты что, капитан подводной лодки? Нет. Просто это напоминание, что из этой лодки никуда не выскочить. Тебе не кажется, что у нас какая-то странная совместная жизнь получается? В каком смысле? В прямом. Встречаемся мы только по ночам. Понимаешь, солнышко, я… И солнышко меня не называй. Извини. Но, тем не менее, я же не виноват, что именно в эти выходные у тебя как раз появились неотложные дела. А ты хочешь, чтобы я сидела дома и ждала тебя у окошка? Если честно, то очень бы хотел. Но это, по-моему, невозможно. Да? Так, значит, все остается по-прежнему. Угу. Живем в разных концах города. Встречаемся по случаю. Угу. А я тебе сто раз предлагал. Переезжай ко мне. Угу. В твою съемную квартиру? Угу. Ну, я же себя там чувствую неуютно. Угу. Это не мой дом. Понимаешь, но всю следующую неделю мне придется ночевать именно там. Это почему? Очень много работы. Так, может, вообще перестанем встречаться? Ну, что ты говоришь. Я тебя люблю. И никуда тебя не отпущу. К тому же у нас очень гармоничные отношения. У тебя работа. У меня работа. Никто никого не пилит. А я на самом деле собиралась. Не стоит. Ты так думаешь? Говорят, подобное увлечение работой замещает половые инстинкты. Ты в этом уверена? Прекрати, а вдруг еще кто-то войдет? Никто не войдет. Никто не войдет. Один я здесь со своими инстинктами. Подожди. Алло. Да, Инна. А что случилось? Ну, хорошо, я сейчас приеду. Мась, я пойду. Расскажите подробнее о звонке. Голос вам не показался знакомым? Нет, я не берусь еще пока ничего утверждать. Вы думайте, вспоминайте. Вы думаете, я не понимаю? Что шансы вернуть Алешку равны практически нулю. Пока гарантировать ничего нельзя. Входите. Похититель звонил в офис? Да нет, домой. Около часа. Я сразу перезвонила вам. Он назвал условие? Сказал, что позже перезвонит. Что Лешка у него. И сказал, чтобы в милицию я не обращалась. Милая, как ты? Ничего. Настолько, насколько это сейчас возможно. Частный детектив. Я обратилась к ней за помощью. Волкова. Татьяна Волкова. Игорь. Просто Игорь. Вы в курсе всех дел? Игорь мой близкий друг. И поэтому, конечно же, я ему все рассказала. А вы действительно нам сможете помочь? Я постараюсь. Это по поводу того ДТП. Потерпевшая Толмачева Екатерина Михайловна. 21 год. Работала референтом в фирме Рубин. Слушай. А как насчет Ильина, Леши? Пусть сестра пишет заявление. Рассмотрим в общем порядке. Ты чего, Кирь? Я же тебе объяснила, она не будет писать заявление. Ей пригрозили, что его убьют. Без заявления ничего сделать не могу. Понятно. Слушай. А может тебе в отпуск оформиться? Я не устал! Прости. Выпусти меня отсюда. Старших надо слушать. Тогда не будешь попадать в такие ситуации. Здравствуйте. Мне нужен директор. По какому вопросу? Речь идет об аварии, в которой погибла ваша сотрудница. Насчет Кати Толмачевой. Да. Игоря Николаевича пока нет на месте, но он скоро будет. Кофе хотите? С удовольствием. Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо. Я сейчас приготовлю. К сожалению, у нас только растворимый. А чем занимается ваша фирма? Бензином в основном. И каков оборот? Таня, вы меня извините, но это коммерческая тайна. Игорь Николаевич, доброе утро. Вас здесь ожидают. Татьяна Александровна, какими судьбами? По поводу гибели вашего референта. Прошу вас. Работа научила. Простых совпадений не бывает. Кофе. Присаживайтесь. Угощайтесь. Угощайтесь. Спасибо, не хочу. А, я люблю сладенькое. Татьяна, а каким образом смерть моего референта связана с исчезновением Алешки? Полагаю, никаким. Тогда я ничего не понимаю. Один мой приятель из милиции попросил навести здесь справки о Кате. Зачем? Он думает, что это был не несчастный случай. Ну, а вы здесь каким боком? Возможно, вам есть что сообщить? Мне? Увы. А где вы были три дня тому назад? Чем занимались? Слушайте, три дня назад я не помню. Ну, днем был на работе, а ночью… Ночью в клубе Сан Танька. Проторчал там всю ночь. Ну, хорошо. Не буду вас больше беспокоить. До свидания. До свидания. Татьяна, а вы не слишком отвлекаетесь от дела Инны Андреевны? Ну, что вы. Дело Инны Андреевны на первом месте. До свидания. А ты что здесь делаешь? Да так. Вы что, уже уходите? Уходим. А теперь рассказывай, что ты здесь потеряла? Да в этом офисе Катька работала. Твоя подруга, которая погибла? Да, Толмачева. Она говорила о каких-то документах, типа знает что-то о своем директоре. Шантажировала, что ли? Да я откуда знаю? Иди сюда. Ну, а ты зачем к любимому приезжала? Да я хотела хоть что-нибудь выяснить. Обещай мне этого больше никогда не делать. Аккуратней, аккуратней. Хорошо. Привет. Ты чего, заниматься? Не, некогда. А где Ленка? Ленка там. Ну, пока. Давай. Скульт, привет. Лен. А поехали со мной в ночной клуб? Ладно. Отлично. Поехали. Ленке только дай повод от зарядки увильнуть. Чем я и пользуюсь. Сталлоне. Сталлоне. Вас как зовут? Сталлоне. Скажите, Сталлоне, а вам кто-нибудь знаком из этих людей? Вот этот. Частенько у нас. А два дня назад он тоже был? Но этого я не вспомнил. У меня из ночной работы чувство времени сбито. Я все понимаю. Но мне очень важно знать, был он здесь два дня назад или не был? Кажется, не был. А с длением? У меня уже есть, было не былоes. Это у меня, когда. Кто-нибудь тут видит себя и все. Скажется. И это не будет. У меня спрашивает его. У меня тут есть... Ак-к�ас. Как футболик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вообще не въезжаю, что этой Волковой надо. Сказал, чтобы я с этим козлом Любимовым не встречалась. Слушай, так может быть, я встречусь? Да он с тобой даже разговаривать не станет. Меня он узнал, а тебя никогда не видел. Нет, я все-таки боюсь тебя отпускать. Да не бойся, все нормально будет. А что еще делать? Слушай, хорошо, что эту папку у Катики забрала и спрятала. М? Надо поговорить с твоей сестричкой. Уточнить место, время. Ты что, сдох, что ли? Щенок. Я с ним разговаривала, представляете? Он мне позвонил в три часа ночи. Я и не спала, все равно. А он сказал, что позовет Алешку. Леше удалось хоть что-нибудь вам передать? Нет. Он только успел сказать, что с ним все в порядке, что этот негодяй отобрал у него трубку. Он выдвинул свои условия? Он просит 50 тысяч долларов. Я этих денег не найду, конечно, так быстро, но я буду искать. А куда нужно доставить деньги? Он ничего еще не сказал. Сказал, ждите следующего звонка. И еще раз напомнил, чтобы я не обращалась в милицию. Соглашайтесь на все его требования. Главное, тянуть время. А его тактика сейчас выгодна и для нас. Бедный Мишка. Все, готово. Как же сложно с этими детьми. Никак не хотят прислушиваться к советам мудрых взрослых. До свидания. Так. Придется вмешаться и взять все под особый контроль. Ты все-таки с ним встречалась. А я при чем? Он сам меня встретил на улице. Случайно. А я-то откуда знаю. И о чем вы говорили? Так. На свидание меня пригласил. И куда же? На набережную. У речного вокзала. Принеси мне, пожалуйста, кофе, а? Ага. Немного нечестно, но это для ее же безопасности. Вот она. Прошу. Устала от машин. Давай лучше пройдемся. Ну, как скажешь. Я тебя внимательно слушаю. Ай, несколько дней тому назад со мной искала встречи какая-то женщина. Я не принял ее всерьез. А оказалось, что она работает на человека, с которым я заключил сделку. Она предоставила доказательства того, что человек тебя обманул? Нет. Ее сбила машина. Думаю, что не случайно. Кать Столмачева? Слушай, ты впрямь ведьма. И что от меня требуется? Найди мне документы. О большой сумме речь? Несколько тонн гринов. Но дело-то в китке, а не в бабках. Ну что, берешься? Берусь. Спасибо. Хм. Может, поужинаем? Устала. Итак, милая леди, как я понимаю, у вас есть для меня нечто интересное. Ну да. У меня Катькины документы. Позвольте взгляну. Вот, возьмите. Это ксерокопия первой страницы. Ну, а где остальное? В Карганде. Че, я дуру, что ли, все с собой носить? В Карганде. Да, это действительно эти бумаги. Ну что, обсудим ваши условия? Ничего обсуждать не буду. Мне нужно за всю папку двадцать штук баксов. Двадцать штук баксов. Ну, я смогу привезти их только через час. Нет, за час я не успею. Часа через три только. Ну, давай подброшу домой. Давай. Итак, Рита шантажирует любимого. Ох, опасная эта игра, девочка. Тем более, она переоценивает себя и недооценивает противника. А от такого человека стоит держаться подальше. Здрасте, я вас знаю. Зачем Рите нужны такие большие деньги? Вы шантажируете любимого. Но вы даже не понимаете, насколько он опасен. Это мне нужны деньги. Я Ринату двадцать штук должен за спор. Ринату за Единову? А ты его откуда знаешь? Я ему год назад в одном деле помогла. А он что, тебя на счетчик поставил? Хуже. Я Риткой обещал расплатиться, если деньги не найду. Я с ним договорюсь. Ой, извини. Тихо. Алло. Да, Инна, я слушаю. Записку. И когда он назначил встречу? В десять у Калинина. Да, конечно, я буду. Вы ложитесь спать и отдыхайте. Спокойной ночи. Быстро езжай к своей сестре, ей угрожает опасность. И постарайся уговорить ее отдать мне документы. Они ни в коем случае не должны попасть в руки к любимому. Ты сможешь помочь? А я, по-твоему, чем занимаюсь? План был прост. Я маскируюсь и наблюдаю, кто придет за сумкой с деньгами. Правда, нужно было придумать другой образ. С ролью мамаши я справляюсь из рук вон плохо. Так, дорогой. Сумочка явно не с твоего плеча. Интересно другое. За деньгами никто не пришел. Так что это было, западня? Таня, он ее увез. Куда они поехали? Ну, не знаю я. Как это случилось? Почему она к нему в машину села? Она отказалась мне дать документы. Сказала, что я дурак. А Любимов наш единственный шанс. И что было дальше? Она ему позвонила, сказала, что документы приготовила. А меня на улицу выгнала. Ну, я не знаю, что мне делать. У него был пистолет. Я вас предупреждала. Ну, что теперь делать? Что делать? Что делать? К Ильину надо ехать. Теперь уже все равно. Алло. Инну Андреевну можно? Как не пришла? И часто она задерживается? Скорую быстро вызывай. Это Игорь. Это Игорь предал меня. Он вскрыл сейф. Забрал деньги. Драгоценности. И... Ну... Алешка. Алешка из-за меня. Понимаешь? Не спать. Не спать. Откуда ты это знаешь? У меня скрытая камера и... видеокассета на 12 часов. Вот кассета. Вот она. Вот. Кассета. Гад этот, Любимов. А еще у Кабана тусовался. У какого Кабана? Где? Ну, Володька Кабанов, мой школьный приятель. Он разбогател, дом себя отгрохал. Ну, мы и тусовались в этом доме. Все. Слушай, он еще говорил, что ключи ему оставляют, когда уезжают. Дорогу помнишь? Помню. Пошли. Пошли. Здорово, Джеймс Бонд. Любимов сейчас в этом коттедже. Он действительно тебя обманывал. Документы теперь у него. А вот меня интересуют Рита Скворцова и Леша Ильин. Он их в заложниках удерживает. Спасибо, дорогая. Одним спасибо не отделаешься. Ну, давай, называй цену. Спеши, должок. С этого страдальца. Слышь, пацан, ты мне ничего не должен, она за тебя рассчиталась. А тачку мне починешь, понял? Даже не беспокойся. Все, поехали. Да, боюсь любимого не сдобровать. Хотя буду я еще переживать из-за всякого. Каждый получает по заслугам. Это называется справедливость. Банально, но срабатывает всегда верно. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Давайте в машину его. Спасибо вам. Все, ребят, пока. До свидания. Укройся. Самое главное, все живы, молоды и будут счастливы. Я так скучала по тебе. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Сегодня собрались самые близкие, самые дорогие мне люди. Большое вам спасибо за этот праздник. Спасибо вам. Ура! Спасибо. Пойдем, пройдемся. Извините. Слушай, а мать с Малаховым, что ли, помирилась? Или это ты устроила? Сама, представляешь? Говорит, ладно уж, пусть приходит. Первый раз за десять лет. Слушай, маман у тебя молодец. Он же раньше за ней ухаживал. Еще до отца. Жениться даже хотел. А потом отец отбил ее. Он что, до сих пор, что ли, не женат? Не-а. Виктор, а вы как планируете надолго задержаться в нашем городе? К сожалению, это не я решаю. Вы знаете, а у нас город замечательный. Не столица, конечно, но здесь культурная жизнь. Разнообразная. Активно развивается промышленность. И я, как работник народного образования, я хочу сказать, что... Мама! Что? Из нашего города вышло семь академиков, между прочим. Ты же говорил, что восемь. Но тем более, Таня говорила, Виктор, что вы много работали за границей, да? Да, приходится. Вот вы знаете, говорят, там сейчас в моде гражданские браки. Ну, то есть, никаких взаимных обязательств, никаких детей. Как вы к этому относитесь? С пониманием. Ксения Петровна, ну, с вашей дочерью я хотел бы иметь нормальную семью и нормальных детей. Я очень рада, что мы друг друга поняли. Так, у меня есть тост. Ура! А еще, мамочка, я тебе хочу сказать в этот день, как я тебя люблю. Я тебе очень благодарна. И я все прекрасно помню. Как ты со мной играла, когда я была маленькая. Как ты мне книжки читала. Как ты за мной ухаживала, когда я болела. Ой, спасибо тебе за все. И извини, если я не совсем такая, какой бы ты меня хотела видеть. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! Спасибо! Гер, Гер! Еще князь Владимир сказал, Руси веселье питьи, не можем без этого житьи. Как, как? А один русский посол в Швеции в 1608 году прославился тем, что напился и умер. Вот это я понимаю. Да, да. О, явление! Ксения Петровна, это вам. Спасибо. Вот, приехал поздравить. Ну, проходи к столу. Спасибо. Привет. Привет, Анечка. Вновь к прибывшему. Штраф. Не-не-не-не-не, все. Да вы что, у нас сухой сокол, что ли? Этот не пьет, тот не пьет. Вы что, мужики? Вот молодец, а. Таня, я на работу устроился. Виктор, деньги все отдам. Только по частям. Излечения тоже. Да нет, это все мелочи. Знаете что, я вам хочу предложить, у нас открывается представительство, и если бы вы согласились, мы бы заказали у вас несколько работ для художественного оформления. Да я с радостью. А какие сроки? Ну, детали обговорим позднее. Хорошо? Устала? Кирь, может у нас переночуете? Я же здесь рядом живу. Да что ты, Дашку в восемь утра надо с рук на руки передавать. Так, мы теперь живем. Раз в неделю, строго по часам. Как в тюрьме. Ну ладно, пока. Пока. Ксения, ну да все уже давно ушли. Давай к Костям пойдем. Все уже ушли. Да вон Татьяна. Понимаешь, я хочу, чтобы она все правильно поняла. Как же все хорошо получается. Там никого нет. Не открывают? Нет. Все приходится делать самой. Ой, а мне нужна Татьяна Волкова. Это я. Заходите. Прошу вас. Как вас зовут? Антонина, я недавно приехала в ваш город, в ваш университет перевелась. Меня постоянно преследует молодой человек. Я как только выхожу из дома, он идет следом. И я никак не могу от него отделаться. Угу. А вы его знаете? Нет. А вы с ним не пытались разговаривать? Нет. Он к вам подходил, что-нибудь говорил? Нет, нет, ничего такого. В общем, вы хотите выяснить, кто он такой? Нет. Я просто хочу, чтобы он от меня отстал. Может быть, вы как-нибудь его задержите? Ну, сначала нужно понять, кто он. И ради чего вас преследует. Да. Вы знаете, он ходит и ходит, ничего не говорит. Я просто больше так не могу. Это же никакие нервы не выдержат. Ну, вот что. Давайте-ка обсудим ваш маршрут, по которому вы пойдете завтра. Он будет следить за вами, а я за ним. И потом решим, что можно сделать. Хорошо. Я завтра в университет иду. Спасибо вам. А вот и моя клиентка. И у нее нет мании преследования. Остается выяснить, с какой целью молодой человек так настойчив. Что-то подсказывает мне, что это отнюдь не ее страстный поклонник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Танечка, тут клиент к тебе. Очень симпатичный мужчина. Это Таня Волкова. А я Лена. Потрясающе. Хотите кофе? Спасибо. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Роман. Я приехал из Москвы, у меня к вам дело. Ух ты! Аж из Москвы. Мне нужно найти одного человека. Он недавно приехал из столицы к вам в город. И некоторым образом потерялся. Он мне кое-что должен. Его зовут Владимир Прокопенко. Знакомые все лица. Хоть я и не люблю таких совпадений, зато теперь знаю имя нашего преследователя. Только учтите, долги я не выбиваю. Я удовлетворюсь вашим телефонным звонком с его адресом. А что-нибудь, кроме внешности, вы мне можете сообщить? О, наркоман. Сидит прочно. Но характер его работы с этим не слишком-то сочетается. Об этом мало кто знает. Но если в вашем городе есть место, где легко достать наркотики, он там обязательно появится. Наркопритоны, наркодилеры. Любопытно. А почему вы сами не хотите поискать его по этим злачным местам? Мне бы не хотелось, чтобы он меня увидел раньше времени. Будьте добры, ваши документы. Роман Георгиевич Балдеску. Простите, а Георгий Ионович Балдеску, владелец заводов газеты пароходов. Кем вам приходится? Мой папа. А я его единственный сын. Ваш кофе? Антонина! Здравствуйте. Ну как там? За вами действительно ведется слежка. Но угрозы для вас я пока не вижу. Надо выяснить цель. Вы сейчас куда? Я на лекцию. И вы, пожалуйста, сегодня за мной больше не следите. Хорошо? Ну хорошо. Все, спасибо. Спасибо. А-а-а-а! А-а-а! Твою сумку на, возьми. О, Господи! Твою сумку на лекцию. Ой! Твою сумку на лекцию. Твою сумку на лекцию. Хоть Антонина и просила прекратить следствие, за Прокопенко-то я следить обязана. Желание клиента — закон. Да тут целая компания. Вот всегда, когда дело касается наркотиков, невольно влезешь во всякое… Простите, вот и сейчас чувствую, что ввязалась. А что делать? Работа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подождите меня здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, сердцем чую, это не кружок кройки и шитья. Только как мне туда попасть? Как говорится, в лучшие дома Ландона посторонних не пускают. Ох, девушка… Ох, девушка! Вы, похоже, мой кадр! Знаю, знаю, что вы здесь делаете. К Жорику шли, да? А потом, испугались и решили убежать. Я угадал? Ох, девушка! А страх, между прочим, первый грех… Как тебя зовут? Таня. Таня. Я, кстати, Бутман. Пойдем со мной, раз уж ты отважилась прийти. Никто к тебе не подойдет и лапы не протянет. Слово Бутмана. Будешь моей гостьей, Танюш. А ты кто? Кого тебе? Эй, Жорик, она со мной. Марихуана? Естественно. Дерьма не курим. Пойдем. Проходи. Ты же сюда пришла на меня девок голод смотреть. Я сразу просек, кто ты такая. И кто же я? Ты? Маленькая девочка. Маменькая дочка. Которая надоела ему солить косячки в туалете. И захотелось попробовать чего-нибудь настоящего. Не на вокзале же шарятся. А шарятся? Это обязательно? Нужно, конечно, кальянчик, коколинчик, косячок. Главное ведь, чтобы все красиво. Здорово! О, стоп! О, стоп! Давай отсюда. Давай-давай-давай, вставай, дергай! Садись, Танюш. Я завину. Здорово! Здорово, Вовчик! Вовчик! Пойдем тебя с кралей хорошим познакомлю. Сейчас я вернусь. Знакомься, Вовчик. Это Танюшка-симпампушка. А это Вовчик, мой школьный друг, она здесь в отпуске. Что-то мне ваше лицо знакомо. Мы с вами раньше нигде не встречались. Не думаю. Я здесь в первый раз. А где руки можно помыть? Туалет в коридоре. Давай-давай, быстрее. Утак aquel. Вообще круто. А-а-ай. А-а-а. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Дани! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро. А если еще и хозяин квартиры отсутствует, то это просто замечательно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Не думаю, что твоему руководству фрегату М понравится, что их сотрудник в свободное от работы время увлекается наркотиками. Где же Бутман тебя откопал? Поганку такую. Отвечай на вопрос. Что тебе нужно от Антонина, которую ты фотографируешь? Как ты ее назвала? Антонина? А ты как предпочитаешь ее называть? Так это она тебя попросила наехать на меня. Пять с плюсом. За сообразительность. Так отвечай. Что тебе от нее нужно? Ну, она в городе чужая, приезжая. Несколько раз покупала у Макабра на рынке наркоту. Макабр сказал Жорику. Жорик попросил меня проследить. Мало ли кто она такая. Может, как ты. Из ментуры. Ты оставишь ее в покое. Понял меня? Удеваться некуда. Конечно, понял. Это хорошо. Давай звони своему постовому и скажи, чтобы шел отсюда. Давай, звони быстрее. И не вздумай со мной шутить. Давай. Скажи ему, чтобы подождал. Бутман, подожди минуточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты? Я, я. А как же. Давай, проходи, только быстро. До встречи. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения за неожиданный визит. Вы частный детектив Татьяна Волкова. Да, это я. Я Чернов Михаил Михайлович. Мы к вам из Москвы. Мы не стали обращаться к вам в офис. Дело у нас весьма щекотливое. Ну, хорошо. Проходите, пожалуйста. Подожди меня здесь. То, что я скажу, является конфиденциальной информацией. И надеюсь, что она не выйдет за пределы этой квартиры. Вам знакома фамилия Балдеску? У Георгия Ивановича большое несчастье. Похищена его единственная дочь. Из-за нее требует огромный выкуп. Один из наших сотрудников видел Нину Балдеску на улицах вашего города. Он выслал нам фотографии. Но по ней трудно сделать однозначный вывод. Я вылетел сюда сам. Но, к сожалению, ночью она ушла из-под контроля. Что скажете? Вот эту девушку я знаю. Это моя клиентка. А вот эта очень на нее похожа, но... Я тоже в сомнениях, поэтому приехал к вам сам. В наше дело вмешался некий частный детектив. И объект наблюдения исчез в неизвестном направлении. Татьяна Александровна, что спровоцировало вас создать конфликт и сорвать нам все мероприятия? Человек начинает чувствовать себя очень неуютно, когда за ним ведется тотальная слежка. Моя клиентка обратилась ко мне за помощью. И я в этом ничего криминального не увидела. Если девушке не нравится, что за ней постоянно ходит незнакомый молодой человек, ее можно понять. Вот как девушка обратилась к вам сама. Сказала, что совершенно не знает преследователя. Дело в том, что Нина Балдеску знает Володю. У меня для вас есть работа, Татьяна Александровна. Найдите, пожалуйста, эту девушку. Организуйте с ней встречу. Если хотите, можете присутствовать при нашем разговоре. А вот это уже не смешно. Я пытаюсь всем помочь. И вот она, черная неблагодарность. Алло, Кирь, срочно пробейте золотистую иномарку. Номер К-288-НН. Вопрос жизни и смерти. Моей жизни, Киря! Давай, жду! Да, Кирь, я тебя слушаю. Интересующая тебя машина принадлежит Бутману Льву Аркадьевичу. Соляная, дом 6, частное владение. Тебе это что-нибудь говорит? Не то слово, кричит. Все, спасибо тебе, давай. Макабр, мне поговорить нужно. Поговорить всегда можно. Рай! Рай! Кого это, мадам, вчера посла? Или просто гуляла? Ага, гуляла. Помнишь девчонку с книжкой, которой ты вчера товар продал? Еще небольшой шум случился, но все обошлось. Так вот, поздравляю я тебя. Влетел ты на полную катушку. Ее сейчас все ищут. От участковых до начальников ФСБ. Ну, про Интерпол врать не буду, так как не знаю. И за что ее так уважают? Тебе все объяснят, когда захомутают. Сейчас поднимаются ее связи, к вечеру и до тебя доберутся. Помнишь парнишку, который ей вчера сумку вернул? Так вот, простые парни так не поступают. Меня самого это удивило. Да, парень этот непростой. Но ведь ты его знаешь. Через него с тобой Жорик связывался. Я Жорика два месяца не видел. Он же не у меня товар берет. И парня этого не знаю, он не здешний. Нет, честно. Тебе что надо? Скажи мне, кто ее к тебе подвел и куда наделось. И я тебя уверяю, нам с тобой лучше будет. Мне осторожно, тихо, быстро. Нужно провести одно конфиденциальное дело. А что с предыдущим конфиденциальным делом? Поиски господина Прокопенко завершены? Да, Вова мне сам не был нужен. А, это у вас хобби такое? Озадачивать людей ненужными поисками своих собственных охранников. Татьяна, у нас в семье большая неприятность. Похитили мою сестру Нину. Требует за нее огромный выкуп. Но есть достоверная информация, что до вчерашнего дня Нина была здесь, в вашем городе. Информация пришла от Чернова, начальника службы охраны моего отца. Однако у меня есть причины подозревать, что Чернов шантажист. Поэтому вы решили поискать по притонам Вову Прокопенко. Простите, Роман, но ваша логика мне непонятна. Вова. Вова доверенное лицо Чернова. Я был уверен, что они действуют вместе. Не зря он приехал сюда в отпуск. Таня, я вас прошу, вы проследите за Черновым? Я уверен, что приезд Чернова сюда неспроста. Что это связано как-то с похищением. Вообще, честно говоря, с этим похищением тоже не очень-то все и понятно. Вы считаете, что ее не похищали? И все инсценировали? Я ни в чем не уверен. По всем каналам ее ищут. Всеми средствами. Но моя дорогая сестричка такая лживая дрянь. Я ничему не удивлюсь. Да, дивная братская любовь. А она к вам испытывает такие же чувства? Тщательно скрывает это. Ей постоянно нужны деньги. Я их, конечно, контролирую. Обратите внимание, контролирую. Тем не менее, у нее откуда-то всегда берутся деньги на дурь. Давай, давай, свели ногами, копыла! Слышь, Бутман, в общем, сделаем так. Ты пока заляжь на дно, а я отвезу ее к отцу. Потом получу деньги и найду тебя. Понял? Погоди, погоди. Что-то я не понял. Ты что, Вовчик, кинуть меня решил, да? Как-то несправедливо получается. Значит, Бутман, дерьмо разгребай. А Вовчик, денежки получай. Вовчик в Майами. А Бутман в тюрягу, так? Тише, тише. Не выйдет, Вова! Не выйдет! А-а-а! Вова! Стопись! Иди сюда! Короче, так. Хочешь жить, будь послушной. Ясно? Все, мы с тобой сами все сделаем в лучшем виде. Пошли. Давай, давай! А-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Кто там? Телеграмма срочная. Бутману Льву Аркадьевичу. Примите и распишитесь, иначе я с милицией приду. Мне здесь тоже радости мало по ночам бегать в бандитском вашем районе. СТУК В ДВЕРЬ Веди меня к ней! Руку вольно! Быстро отстегни её! Садись на её место. И пристёгивайся. СТУК В ДВЕРЬ Ключ сюда! СТУК В ДВЕРЬ А теперь отвечай. Ты на кого работаешь? СТУК В ДВЕРЬ Быстро ответишь – получишь это. Мы с Вовой Прокопенко были компаньонами. Он мне сказал, что дочка его босса не спёрта бандитами, а по нашему городу шоркается. А зачем она сюда приехала? Она здесь любовника ждала. Хотела с папашными деньгами за бугор свалить. А Вова типа её должен был от хулиганов охранять. Ему босс приказал. СТУК В ДВЕРЬ А кто у неё любовник? СТУК В ДВЕРЬ Да отсюда я знаю! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ ВСЯ ЕЁ МОСКОВСКАЯ РОДНЯ В ГОРОД ПОДВАЛИЛА Я САМ РЕШИЛ ЛОГУ КИНУТЬ И ПОКА ЭТО ТЕЛКА У НАС, ДЕНЬГИ СЕБЕ ЗАБРАТЬ ЯСНО? ПОКА! ЗНАЧИТ, ТЫ И ЕСТЬ НИНА МБАЛДЕСКУ Ну, РАССКАЖИ МНЕ, ЧТО ДЕСЬ ПРОИСХОДИТ? Папа, пожалуйста, я тебя очень прошу, дай им денег Они ни перед чем мне остановятся, а ты ещё заработаешь Я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, спаси меня, папа Папа, я тебя молю, ну, пожалуйста Я тебе сейчас постелю А можно мне ванну принять? Ну, конечно Алло, здравствуйте, это гостиница «Юбилейная»? Скажите, пожалуйста, у вас остановился Георгий Балдеску А в каком номере? Спасибо Нина! Нина! А говоришь, не колешься, не куришь Так у тебя же ломка Мне нужна доза Я могу умереть У меня сердце не выдержит, понятно? Я тебе сейчас скорую вызову Не надо мне никакую скорую Они не выводят из ломки, они сразу в психушку отвозят Мне к Чернову нужно, срочно Где он остановился, ты знаешь? Отпусти его! Я с детства знал, что ты козел Сестренка, привет! Твое путешествие закончилось, да? Миша, я тебя умоляю Миша, пожалуйста, мне нужна доза Пожалуйста, быстрее Не волнуйся, детка, все будет нормально Давай Ну вот, все нормально Все нормально, детка Скоро мы с тобой отсюда уедем И никто нас никогда нигде не найдет Ты меня совсем за дуру, что ли, держишь? Твой Вова меня похитил, чуть не убил Это ты ему приказал? Ну, что ты Ну, что ты Я же при тебе приказал ему Чтобы она храняла тебя и день, и ночь Да? Это ты при мне приказал А что ты приказал без меня, а? Я никому не верю А тебе в первую очередь Ну, что ты Ты же знаешь, что денежки за выкуп Чутюп Папа их собрал А твой братик Рома стуканул в ФСБ Ему, видишь ли, не понравилось, что деньги из бизнеса утекают Вот так, что денег теперь не будет, не жди Кстати, он мне рассказал очень смешную историю Какую? Ты знаешь, что в моем кабинете в офисе Да? Обнаружены мяченые деньги Которые твой папаша, Георгий Иванович, заплатил за твой прошлогодний шантаж Да, я ничего об этом не знаю, впервые слышу Смотри мне в глаза Ты их подбросила? Нет Это ФСБ ФСБ? Да Да Но тогда еще Кроме меня никто не знал Никто не был в курсе, один я знал, что ты шантажировала своего отца за связь с любовницей Целый год из него качала деньги, пока не умерла твоя мамаша Если бы я тебя тогда не прикрыл Как ты думаешь, что бы сделал с тобой твой папа? Да? Зачем ты меня прикрывал, а? Ты ведь уже тогда думал, как бы рвать кусок пожирнее? И на иглу меня кто посадил? Ты! Пусти меня! Я? Пусти На иглу тебя я посадил Да на тебе живого места от уколов не было еще в восьмом классе Ты просто использовала меня Пусти меня! Не смей меня трогать! Пусти ты меня, Рома! Он не посмеет меня тронуть! У меня есть такая видеозапись Папа от него мокрого места не оставит Я скажу, что это он меня составил, а меня папа простит У тебя зависть есть, да? Да А что там, Ниночка? Убери! Наши последние встречи с ним в офисе Когда я обсуждал с Вовой План твоего якобы похищения Значит, ты с первого шага Решила меня кинуть Ой, папа Хотя не в моих правилах плохо отзываться о клиентах Но я не желала бы быть членом этой семейки Но больше всего я сейчас не хотела бы быть на месте Чернова Дальше, надеюсь, вы обойдетесь без меня Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Это то, о чем я мечтал всю жизнь. От такого не отказываются Я же тебе ничего не говорю Кто тебя удерживает? Изжай! Ну при чем тут? Я же тебе объясняю Если я сейчас не уеду, то я завязну здесь навсегда Ну ты только посмотри Вот, я прошу тебя Это наш будущий дом Это город В пяти километрах Женевское озеро Ты умеешь кататься на горных лыжах? Я тебя научу Ну А что это там буду делать, кроме катания на горных лыжах? Танюша, Танюшенька, ну у тебя же юридическое образование Неужели ты думаешь, что я не подберу для тебя работы? Угу Посадишь меня в какой-нибудь офис И я там буду изображать какое-нибудь важное дело Можно подумать, что здесь ты занимаешься важными делами Прости, но если откровенно, это просто смешно Ну детский сад какой-то, частый детектив Ну есть же, есть же милиция, прокуратура в конце концов Кому ты что хочешь доказать? Да, я понимаю, у тебя комплекс девочки У которой бандиты убили отца И ты теперь изображаешь из себя супермена Который в одиночку борется с преступным миром Но этот преступный мир, он тебя просто не замечает Ты для них ничто, комар! Прости Да я не обиделась Просто очень жаль, что ты не понял Я никому не мщу И никому ничего не доказываю Я занимаюсь делом Которое у меня лучше всего получается Вот и все И оно мне нравится Ну вот и закончилась твоя сказка, Таня Проходи Здравствуйте Ой Скажите, госпожа Волкова здесь проживает? Да, это я Я представитель компании Темпа У меня к вам поручение от генерального директора Сабельфельда Владимира Ивановича В нашей компании завтра презентация И мне поручили вручить вам приглашение Спасибо До свидания До свидания Многоуважаемая Татьяна Александровна Приглашаем вас на презентацию банка Темпа Которая состоится так Ресторан Русь Ну что ж, вполне солидно Госпожа Волкова? Да, это я Пойдемте за мной Владимир Иванович ждет вас Исключительно чрезвычайные обстоятельства Вынудили меня прибегнуть к услугам частного детектива То есть, к вашим услугам А что у вас произошло? Моя компания недавно приобрела Контрольный пакет акций предприятия «Нефтегаз» Но сделка едва не сорвалась Мешались другие компании В частности, «Шавкят» и компания У меня сложилось мнение Что идет утечка информации Я хочу знать, каким образом Владимир Иванович А вы не хотите прогуляться? Простите за мою настойчивость Но у вас в офисе могут быть жучки Вы не делали проверку на предмет прослушки? Вообще-то мы приглашали специалистов Но они ничего не нашли Вы не можете быть уверенным в том Что никто возле вашего кабинета Не прогуливается с высокочувствительной аппаратурой Вы ведь не проверяете своих служащих? Скажите, Владимир Иванович А когда вы приобрели акции «Нефтегаза»? Саму сделку мы совершили неделю назад Ну, а предварительные работы велись раньше Скажите еще такую вещь А с чего вдруг у вас Сложилось мнение Об утечке? Я начал волноваться В период покупки акций «Нефтегаза» Когда конкурирующая фирма «Шеф Кят» и компания Едва не вырвала у меня их из-под носа Понятно А своих сотрудников Вы принимаете на работу Как говорится, с улицы? Или же по рекомендации? Таня, ну разумеется, не с улицы Для этого у меня есть достаточно связи Потом Наш банк – солидное предприятие Что так рисковать? Ну, хорошо Тогда на данный момент у меня больше нет вопросов Таня, у меня к вам одна просьба Не могли бы мы с вами после банкета Встретиться где-нибудь на нейтральной территории Чтобы обсудить все, что вы сумеете выяснить Ну, конечно Ну, тогда для этого, я думаю Нам стоит встретиться в моей квартире Это будет самым подходящим местом Спасибо И все-таки ты дура! Ты же полная идиотка Ты же клиническая идиотка Тебя лечить нужно принудительно Вот скажи мне Зачем тебе нормальный мужик? Что ты будешь с ним делать? Ты же не знаешь, что с ним делать Тебе знаешь, кто нужен? Кто? Подкаблучник Да! Он будет делать все, что тебе нравится Ты будешь являться, черт знает откуда Черт знает когда все в синяках А он будет хлопотать возле плиты Не смешно? Что? Значит так Ты сейчас Возьмешь телефонную трубку И позвонишь ему Посмотри сюда Ты видишь, здесь город Тарасов Посмотри, посмотри внимательно Видишь? Тарасов нет Потому что его здесь нет Значит так Звонишь и говоришь, что ты с ним поедешь А если ты ему не скажешь Все Считай, что с этого дня У тебя больше нет подруги Значит нет Значит нет Я, конечно, очень любила Ленку И понимала, что она в чем-то права И скорее всего во всем А почему-то даже не остановила ее Скверный характер Таня 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 Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте, Владимир Иванович Вы ображительный Спасибо за комплимент Это моя жена И ваша тезка Татьяна Александровна Это вам Очень приятно Татьяна Взаимно А теперь, милые дамы Я прошу меня простить Я вас надолго оставлю Субтитры подогнал «Симон» А я предпочитаю крепкие напитки Я это заметила А что вы заметили, касающееся нашего дела? Владимир Иванович Вечер еще даже не достиг апогея Так что делать какие-то выводы еще рано Может быть Это Иннат Галиулин Очень приятный молодой человек Не правда ли? Да и по деловым качествам Вполне соответствует Он работает у меня три месяца Я хочу сделать его своим заместителем Мне кажется, он справится Возможно Ну что, все прошло очень хорошо Не скучай, я скоро буду Мне необходимо переговорить с госпожой Волковой Я постараюсь не задерживаться Ну конечно, дорогой Только смотри у меня, не шали Спасибо, Таня Похоже, я сегодня перестарался Со спиртным Жена следит за моим здоровьем Даже сегодня убедила принять консоциале Славная она у меня, правда? Правда Сейчас принесу кофе Он уже готов С удовольствием Вы что, уснули? Владимир Иванович Вам плохо? Владимир Иванович Валидол, примите, пожалуйста Владимир Иванович Владимир Иванович Владимир Иванович Хоть бы он был жив Хоть бы он был жив Ужас, ужас, ужас А это что? Жучок? Кто? Зачем? Ладно Я найду ответы на эти вопросы Главное, чтобы он был жив Он мертв, девушка Вероятнее всего, сердце отказало Поэтому я ничем не могу ему помочь Как мертв? Да сделайте же что-нибудь Вы же врач Ну, он уже начал остывать, девушка Поэтому я ничем не могу помочь Я повторяю А вдруг это клиническая смерть? Ну, возьмите его в реанимацию Пожалуйста Мы покойников не возим Простите, доктор Ничего Это наша работа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Татьяна Александровна Примите мои соболезнования Мне очень жаль Мне очень жаль, что так все вышло Здравствуйте Садитесь Как это произошло, Таня? Он хотя бы не мучился? Татьяна Александровна Татьяна Александровна Я не хочу вам казаться назойливой Но ваш муж позавчера обратился ко мне за помощью И я считаю своим долгом довести дело до конца За какой помощью? Какое дело? В последнее время в компании была утечка информации И в одежде вашего супруга я обнаружила подслушивающее устройство Если вы, конечно, не против, я бы очень хотела проверить ваш дом И в том числе гардероб Владимира Ивановича Поскольку наследницей являетесь вы То это и в ваших интересах Да-да Если вы считаете, что это необходимо, то конечно Ну а это моя комната Здесь только мои личные вещи Нравится? Красиво А кто это нарисовал? Это один мой знакомый художник нарисовал Арканов Борис Его пригласил мой Мой покойный муж Ну, до свидания Вы играете в шахматы? Нет, только учусь Друг подарил Всего доброго Я что-нибудь постараюсь сделать Что такое? Ренат? У ворот конкурирующей фирмы? Не похоже, чтобы он просто ошибся дверью Ну вот сейчас я пойду туда и все выясню Представлюсь рекламным агентом Старый проверенный способ Здравствуйте Я рекламный агент Присаживайтесь, пожалуйста Вот, посмотрите, пожалуйста Это последние номера проспекта Вам в подарок На днях должен выйти еще один номер И я вам его занесу Вик вам предлагает двадцатипроцентную скидку Вас это устраивает? Пожалуй Тогда я могу выписать вам счет? Уговорили По-моему, он под себя гребет Сабельфельд умер Поставить точку в этой истории проще простого Понаблюдайте за ним, черт Нам эту лапушину Сам Бог послал Это он про меня? Вот ведь наглец Если помиримся с Виктором Попрошу его вызвать этого нахалу на дуэль Все у нас, Танечка, будет хорошо Ты опротестуешь завещание И впереди у нас спокойная, безбедная жизнь Ренат, милый Я никогда не думала Что способна на такое Это все только ради тебя Аркана бы нейтрализовать Но он как куда-то исчез Ты думаешь, Борис проболтается? Субтитры делал DimaTorzok Алло? 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 Ну, говорите же! Алло? Алло? Ну, говорите же! Волкова, Татьяна Александровна У нас к вам несколько вопросов Разрешите пройти? А в чем, собственно, дело? А разве не ясно? В вашей квартире при невыясненных обстоятельствах умирает мужчина А вы спрашиваете, в чем дело? Я все понимаю и готова ответить на ваши вопросы У Сабельфельда отказалось сердце И вам это известно так же хорошо, как и мне? Дело в том, что Сабельфельд умер не от сердечного приступа При вскрытии у него обнаружена лошадиная доза клофелина В сочетании со спиртными напитками Это смертельный яд И у нас есть ордер на обыск вашей квартиры Давайте, приглашайте понятых Танечка, дорогая, дорогая моя, все в порядке Я сделаю все так, как ты просила Вам знаком этот голос? Это Сабельфельд? Татьяна Александровна, может быть, теперь вы скажете правду? Послушайте, клофелин и эту кассету мне подбросили Вчера в нашем доме устроил кто-то пожар И у преступника была такая возможность Ну, сами посудите Зачем мне нужно было убивать Сабельфельда? Когда мы с ним знакомы всего лишь два дня И через два дня знакомства мужчина называет вас котенком Как раз у вас были все основания Тем более свое состояние по завещанию Сабельфельд оставил именно вам Какое завещание? Что вы такое говорите? Одевайся, Татьяна Александровна Нам придется вас задержать, как говорится, до выяснения Ну, хорошо Володь! Что случилось? Убежала! Ну и... Ренат был прав Я действительно лапушина, если дала себя так подставить Но я не просто лапушина, я Волкова Татьяна Волкова Частный детектив И во всем разберусь Но для начала мне нужен надежный тыл И только один человек может мне его обеспечить Алло, Виктор Это я Мне нужна твоя помощь Заходи Ну вот А кто здесь живет? А, пока никто Фирма снимает эту квартиру для нашего главного инженера Но он сейчас в командировке, так что не беспокойся Значит, спальня на втором этаже Там ванная, здесь гостиная Это кухня Это кухня Все, что найдешь в холодильнике Все твое Йоу А можно? Конечно Не беспокойся, я потом ему все объясню Так, ну я поехал Потому что у меня все-таки еще рабочий день Вечером приеду, что-нибудь привезу из еды Да ладно, Витя, я как-нибудь сама Ну, брось, брось, что-нибудь тяжело, что ли Кстати, вот ключи от машины Иди сюда Видишь, красный стоит Если что, пользуйся, держи Ну и все, я поехал Спасибо Так, запирайся Ну давай Запирайся Во всем можно найти положительные моменты Я вот сейчас четко поняла, что для меня значит Виктор И как я скучаю по моей неугомонной Ленке Ой, Ленка Ты откуда? От верблюда Кухня где? Там, слева Виктор мне твой адрес сказал И продукты от него Ну что, из милиции к тебе приходили? Приходили И что ты им сказала? Сказала, что с такими идиотками не общаюсь И чтобы они шли в задницу А они? Пошли А че ты смеешься? Я, между прочим, свой мораторий на общение с тобой Прерываю исключительно из-за крайних обстоятельств Как только все выяснится Учти Перемирие окончается Железный занавес закрывается Между нами холодная война Понятно? Спасибо А че ты так боишься, если ты не виновата? Это сначала нужно доказать А это непросто Понимаешь, клофелин действует сразу же Я уже себе всю голову сломала И скоро сама поверю, что это я его отравила Ведь Пока мы приехали Пока поднялись в квартиру Пока я ему кофе сварила Ну, прошло минут сорок, не меньше А если бы ему подмешали клофелин еще на презентации Он бы и до машины не успел дойти Ничего не понимаю Вот оно Что? Я знаю, как это можно было сделать Кассенциале, понимаешь? Жена его уговорила выпить кассенциале Якобы заботиться о его печени Ну и что? А то, моя дорогая Что две капсулы кассенциале Заряженные вместо настоящего препарата клофелином Идеальный вариант для подставки лопушины Гамбит, короче Гамбит? Гамбит – это начало шахматной партии В которой ради получения активной позиции Жертвуют Или фигуру Или пешку В данной ситуации пожертвовали пешкой То есть мной А во время пожара мне подкинули И клофелин, и кассету Где Сабельфельд обращается Ласково к Танечке Да только не ко мне, а к своей жене Нашлась тезка на мою голову Ну, ты и вундеркинд Может, я, конечно, и вундер Но давно уже не кинт И я их выведу на чистую воду Они мне за все заплатят Надо же, шахматистка Кто? Да жена Сабельфельда Хорошо, что у меня есть кассета С их разговором Черт Они же у меня дома в тайнике остались И что теперь делать? Нужно срочно забрать кассеты из дома И прослушку из машины Танька Есть идея Добрый день, ухату О, молодец, вы прихлый А ну, давай, заходи А вы кто? Ой, хлопцы Ой, хлопцы Бихто Я Кунь, пальто На дед, Бихто Ну, шо ты зубы скалишь? Тоши усел кухню Ой, мати Гарно Ну, ты шо? Шо? Живот, на кухню Стол, на кровати Э, стоп, 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 стоп Куда это? Закудыкал Петро где? Какой Петро? Апостол Ха-ха-ха-ха-ха Так, хороший жаль Серьезно спрашиваю Петро Семернищенков С Донецкой Ну, а я ж и войны, дядько, а вона, и война троерудная сеструха. Мы с вокзалу сюрпризом. У нас все документы. Какие документы? Документики, гражданочка, предъявите. Ой! Крабят! Крабят! Ай, какие мать! Ой, крабят! 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 Вам помогите! Милиция! Помогите! Мы из милиции. Мы из милиции. Шо? Мы из милиции. Брешать! Мать! Ой! Дышишь, ты органы кусаешь, а? Адрес! 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 Сгубили! 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 Погоди, погоди, погоди! Мать, иди адрес! Братцы, адрес! Адрес сейчас! Сейчас адрес! А вот он адрес! Момент! Набережная Рылеева. Дом 13, квартира 82. А это? Дом 3. Опозналися! 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 Шо же ты, мать-то? Ничего! До свадьбы заживете! Все нормально будете? Опозналися! Позналися! Пойдем, мать, пойдем! Что-то было? Придурки! Ну, как удалось? Ну, а как же? Что ж мы… Опа! Зря ходили, что ли? А я тут тебе вещички прихватила! Ой, Ленка, спасибо! Может, чай, кофе? Нет, мы домой пойдем! До свиданечка! Эп! Кто? Пойди! Кирин, ну чего ты так долго? Без тебя забот хватает! Привет! Так! Тань, вот продукты! Зачем? Ленка же передала! Ничего, успеешь трескать! Тебе еще здесь долго париться! Типун тебе на язык! А все, я поехал! А ты не останешься? Лучше не надо! Ко мне тоже сегодня приходили, про тебя спрашивали! Ну, пока! Пока! А ничего ты тут устроилась, Волкова, а? Я думал, ты как Ленин в разливе! В шалашке ховаешься! А тут тепло! Светло! Мухи не кусают! Смешно! Ну, а теперь давай, рассказывай! Что там в мире происходит? Вляпалась ты крепко, подруга! Все так плохо? Нет, не плохо! А хуже не бывает! А твоим нападением на сотрудников внутренних дел, да еще при исполнении, Мы, гражданка Волкова, только усугубили, так сказать, произошедшее! Ну все, хорош! А что, мне в камеру надо было идти? Видела бы ты их рожи! У них будки раздуло так, что с похмелья не обгадишь! Чем ты их так? Дезодорантом! Ладно, короче, как себе это дело мыслишь? Жена с любовником! А факты? Кое-что есть! Ну что ж, уже хорошо! У меня для тебя тоже есть кое-что обнадеживающее! Завещание господина Сабельфельда оказалось липой! Так что никакая ты не богатая наследница! Подпись подделали! Осталось узнать, кто! Мысли есть на это дело? Есть один художник! Вперед! Добрый день! Чем могу вам помочь? Здравствуйте! Мне нужен Арканов Борис Петрович! Вы знаете, его нет, он уехал! Как уехал? А надолго? У меня к нему очень срочное дело! Один мой приятель посоветовал обратиться именно к нему! Сказал, что он потрясающий художник! А какое у вас дело? Понимаете, у моего мужа скоро день рождения! Я хотела сделать ему подарок! Заказать портрет! Угу! Его портрет! Да нет! Мой, конечно же! Я же говорю, хочу сделать мужу подарок! Знаете, к сожалению, Бориса Петровича нет! Ой, а мне уже и наряд сшили, в котором я буду позировать! Я заплачу любые деньги! Вот аванс! Пятьсот долларов! Хорошо! Вы знаете, вы оставьте номер своего телефона, а ближайшее время вам Борис Петрович перезвонит, и вы обсудите детали! Конечно! Вот моя визитка! Угу! До свидания! Я не отказываюсь от своих обещаний! Акции вы получите! Ну, не бесплатно, разумеется! А ты, малыш, уже как хозяин, тем по себе ведешь! Не рановато ли? Смотри, вздумаешь вертеть хвостом, это дорого же тебе обойдется! Зря, что ли, столько сил и средств ухлопал, чтобы устроить тебя туда и получать информацию с первых рук! В случае чего, башка с плеч, понял? Не надо мне угрожать! Я же сказал, акции вы получите! Надо только подождать! И с момента приобретения акций, наши дороги расходятся! Это мои условия! Ишь ты, как высоко повесел! Не боишься крылья палить? Алло, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а кто сейчас исполняет обязанности главы банка «Темпо»? А у вас есть доказательства? Надеюсь, голоса Рената и Татьяны вам хорошо знакомы? Здесь все записано! Борис Петрович! Душечка! Как хорошо, что вы позвонили! Нет, давайте лучше у меня дома! Запишите адрес! Борис Петрович! Здравствуйте! Проходите! Вот сюда, направо, пожалуйста! Со вкусом! Я ведь пришел не просто так! Я пришел для того, чтобы еще раз глянеться в ваши тонкие черты лица, чтоб потом это изобразить! Не, серьезно! А что, за такие деньги и только лицо? Пш-ш-ш! А, медуза! Побулькала и в термос! Я все расскажу! Все, что знаю! Ну, ладно, Кирь! Ты тут сам разберешься? А мне еще на поминки нужно успеть! Вдову утешить! Давай, пока! Да! Татьяна Александровна! Татьяна Александровна! Татьяна Александровна! Ну, и что вам надо? Сначала вы убили моего мужа, а теперь пришли за моей жизнью, да? Браво! Оскар в студию! Вам бы актрисой быть! Что вам надо? Чистосердечного признания! А-а-а! Будет вам признание! А-а-а! Не надо больше глупостей! Он просил меня! Арканову они сказали, что, мол, приколоться решили над незадачливой детектившей! Но он, конечно, прикидывается лопухом! Знал, на что идет, подделывая подпись! Ну, ничего! Его чистосердечное признание нам помогло! Нам не хватает только признания Рената! Почуял паршивец и сбежал! Ну, ничего! Зато у нас есть чистосердечное признание вдовы! Привет! Ты за ключами? Машину я поставила на место! Ты знаешь, я... я тут подумал... Наверное, я все-таки был неправ! Мне нужно было посоветоваться с тобой, прежде чем соглашаться! В общем, я не буду настаивать! Решай сама, как скажешь, так и будет! А если я скажу нет? Значит, никуда не поедем! Мы же вместе! Здравствуйте! Ну, хорошо! Я подумаю! Сейчас! Здравствуйте! Ой! Какой хорошенький! Эй! Нравится? Тебя как зовут? Знаешь, я подумал, нам некогда будет с ним возиться! Может быть, Ксения Петровна на дачу? Ой! Мама будет счастлива! Ха-ха-ха! Вот! Ну что? Ну что? Ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваня! Ваня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тогда старый бык говорит Мы сейчас медленно-медленно Спустимся вниз И всех их По очереди К чему ты мне так говоришь? А чтоб не торопился Пожалуйста, помогите. Я хочу знать, куда она пропала. Ну и что, что съехала? Сдайте квартиру кому-нибудь другому. Сейчас такой спрос. Или она вам денег не доплатила? Вот именно она мне должна денег за месяц. Я хочу знать, куда она делась. Поймите меня. Ну и вы меня тоже поймите. Я больше не работаю. Все. Уезжаю. Ну, успокойтесь. А что милиция? Да ничего. Говорят, будем искать. Я им раз звонила, два звонила, а на третье они меня послали. Говорят, без вашей ерунды работаю. Вот. Видите? А чем занималась ваша квартирантка? Сказала, студентка. Даже студенчески показывала. Медучилище какое-то. А как зовут ее? А у меня копия паспорта. Вот. Бунина Екатерина Андреевна. Ну, что? Вы мне поможете? Говорят, у вас пенсионерам скидка. Это все ее вещи? Что тут валялось? Я все собрала и сложила. Алло, Кирь. Это я. Сделай одно доброе дело, а. Записывай. Екатерина Андреевна Бунина. Восьмидесятого года рождения. Последний раз ее видели семнадцатого числа прошлого месяца. Пусть посмотрят среди неопознанных и невостребованных. Мало ли что. Да, и еще. Запроси в картотеке. Возможно, она прошла у вас по статье 6.11. Все. Спасибо, родной. А что это за статья 6.11? За проституцию. Я так и знала. Детали убийства пока не исты, но уже можно сказать, что предприниматель был застрелен в момент своего выхода из офиса. Предположительно, выстрел был произведен с большого расстояния. Возможно, убийца располагался на крыше одного из ближайших домов. Убитый Илья Гинберг занимал должность генерального директора Тарасовского нефтеперерабатывающего комбината, который входил до недавнего времени в известный российский холдинг «Топойл», принадлежавший предпринимателю Льву Конторовичу. На прошлой неделе Илья Гинберг публично заявил о том, что дирекция комбината выходит из состава холдинга. Более того, Гинберг обвинил Конторовича в том, что тот незаконно приобрел часть акции комбината. В среду Конторович лично приехал в Тарасов для того, чтобы предвести и разрешить конфликт мирным путем. Но, к сожалению, его доводы не убедили Гинберга. Скажите, пожалуйста, ни о каких договоренностях не может быть и речи. С этими людьми я не буду договариваться. Алло. Слушай внимательно. Ахош запиши. Среди убиенных твоя знакомая не числится. Зато полгода назад при проверке притона в Гончарном проезде на нее был составлен протокол об административном правонарушении по той самой неприличной статье. В Гончарном? В нем. Киря, а кто там участковым работает? Да их можно каждый месяц сгонять. Толку-то что? Ну, в прошлом месяце была общегородская операция. Ну, поразгоняли их. Ну и что? Через неделю снова здоровы. Ты лучше скажи, сколько с них в месяц берешь. Я не понял, это что? Вы что, меня ловили, что ли? Ловили? Ну, я не знаю, раз такое отношение, пожалуйста, идите сами. У меня ваша Кирсанова не начальник. Меня, между прочим, с вами здесь инструкции нарушали. Ну, ладно, ладно. Чего разошелся-то? Давай звони. Ну, Коль. Кто? Свои, свои. Открываем. Ну, здорово-здорово. Не бойся своих. Здравствуйте, здравствуйте. А что случилось? Ну, так ничего. Вот зашел посмотреть, как дела у тебя. Клиентов много? Да, какие клиенты. За неделю три человека. За аренду платить не знаю чем. О, Коля! Ну, короче, тут вот какое дело. Девкова у нас пропала. Посмотри. Нет, сейчас такой нет. Так это ж Катька. Ты ее знаешь? Да, а вы кто? Я частный детектив Олкова. Дело ей какое-нибудь пришьете? Тебя как зовут? Меня Лариса. А я Таня. Так вот послушай, Ларис, я ни в милиции, ни в прокуратуре не работаю. Так что никакого дела я твоей Катьке шить не собираюсь. В царских забавах она. А это что? Ну, клуб такой для своих. Там саун, стриптиз. Ну, солидно все. Клиенты там крутые такие. А на работу туда можно устроиться? Ну, что там? Может, сразу всех позовете? А то что по одному-то? Куртку сними. Раньше где работала? Сначала в Интуристе, потом в Золотом Колосе. Чего ушла? А, невыгодно стало. Клиентов мало и менты достали. Отбирают по полной программе. Да еще и лапоть лезут. Жвачку выни изо рта, когда со мной разговариваешь. Подумаешь? Пойдем. И учти, у нас приличные люди отдыхают. Так что никакой пьянки, никакой дури. Стриптиз танцевала? Ну, так. Пару раз. Ясно. Ну, а массаж умеешь? В смысле, эротический? В смысле нормальный. Неа. Ясно. Ясно. Ладно, сегодня тебя попробуем. Пойдем. Жан, вот это устрой сегодня официанткой. Хорошо. Раздевайся. Ничего делать не надо. Сядешь возле стойки, если подцепишь клиента, скажи Жанне, она тебя устроит. А это обязательно? Ничего, здесь все так начинают. А официанток тоже снимают? Тут всех снимают. А какая тогда разница? Официантки зарабатывают меньше всех. Побольше зарабатывают банщицы. Но для этого нужно курсы массажа пройти. Ну, конечно, больше всех зарабатывают стриптизерши. Для этого тоже, кстати, подготовка нужна. Да, карьера вырисовывается офигительная. А кто тебе к нам посоветовал? Катька. Какая Катька? Бунина. Мы с ней вместе работали. Подожди. Ты что, дура? Почему? Да по кочану. Зачем ты про Катьку ляпнула? А что? Ты что, дура? Да она смотала отсюда. Теперь ее ищет. Блин, такое устроили. Два часа допрашивали, по домам ездили. Ее искали. Эта? Да. Пойдем. А что такое? Иди, иди. Ну, что? А что? Отлично. Попала в самый центр вражеского логова. А вот это называется Пикс Дирей. Нашняя карьера. Ну уж нет, ушки. Откуда знаешь Катьку? Мы с ней вместе в ласточке работали. Последний раз когда видела? Где-то месяц назад. Она мне это место и посоветовала. А где она сейчас? Знаешь? Я думала, что она здесь у вас. Живет она где? По-моему, у нее квартира на Пионерской. Возле церкви. Я знаю, что на Пионерской. Я тебя спрашиваю, еще где она может быть? А я откуда знаю? Да я, честное слово, не знаю. Угу. Ну иди работай. И запомни, если встретишь ее, или, мало ли, позвонит она тебе, сообщи мне. Очень тебя прошу. Девчонки, подождите меня. Ноненька. Угостить? Угостить? Да. Апельсиновый сок. Апельсиновый сок? Татьяна Александровна. Не узнаете меня? Я вас тоже не сразу узнал. Что теперь, в прокуратуре так мало денег вкладят, что официанткой вырабатываете? Да нет, Грибов. Это я для души. А, узнали, слава богу. А я пока там был, все время про вас думал. Тусковал даже. А ведь могли отмазать. Ну, ничего, всего годик отсидел. Мало. Кому мало мне хватило? Ну, и сколько ты теперь стоишь, официанточка моя? Денег не хватит. Машина была обнаружена сегодня. Сегодня утром на 18-м километре загородного шоссе в районе поселка Луфовицы, где находилось два трупа с огнестрельными ранениями. Личность обоих трупов уже была установлена. За рулем находился Осипов Олег Евгеньевич, сотрудник личной службы охраны Льва Конторовича. Второй убитый, Игнатьев Сергей Анатольевич, уроженец Тамбовской области, в прошлом судимый за убийство. Отпечатки пальцев Игнатьева были обнаружены на снайперской винтовке, найденной в багажнике машин. Экспертами городского управления внутренних дел уже была проведена экспертиза этого оружия. Оказалось, это та самая винтовка, из которого накануне был убит Илья Гинбург. Дело об убийстве Гринберга находится под моим личным контролем, но сегодня, как вы знаете, вскрылись новые факты. В связи с этим органами следствия принято решение вызвать на допрос, как свидетеля, повторяю, пока, как свидетеля господина Конторовича Льва Борисовича. Господину Конторовичу придется ответить, почему сотрудник его личной безопасности оказался в одной машине с убийцей Гринберга, с которым, как известно, у господина Конторовича был конфликт. Что это наглая провокация? Мы будем бороться. А вот так на это отреагировал сам господин Конторович. Кто-нибудь мне может объяснить, что здесь происходит? Так, это вся финансовая документация. А где за позапрошлый год? Вы должны хранить копии в течение трех лет. К нам поступили заявления, что вы в своей работе систематически выдаете себя за сотрудника правоохранительных органов, что категорически запрещено законом о частной детективной и охранной деятельности. От кого заявление? Более того, есть сведения, что вы незаконно владеете огнестрельным оружием и используете его в своей работе. Так что будет лучше, если вы добровольно сдадите пистолет. Оружие, газовый пистолет, у меня находится на совершенно законном основании. Вот, ознакомьтесь. Что вы мне суете эту липу? Думаете, я не знаю, как это делается? Значит так, либо вы мне сейчас добровольно выдаете фиктивное удостоверение и пистолет, либо я увожу вас в следственный изолятор и будем изымать, будем возбуждать дело, обыски устраивать. Таня, послушай, отдай им все, что они просят. Ну, ты же сама видишь, как все. Потом будешь разбираться, сейчас отдай. Во что же меня угораздило влезть? Ведь помогаю бедной бабушке. А масштабы, как будто я делами президента занимаюсь. Нужно изъять компьютер. Лицензия ваша пока будет аннулирована. С этого момента все ваши попытки продолжать заниматься частной детективной деятельностью будут незаконны и будут преследоваться в административном, а возможно в уголовном порядке. До свидания. Вот видишь папочка. Так, куда ты лезешь? Сколько раз тебе говорить, куда ты лезешь башкой своей? Дядь Дим, ну я сама ничего не понимаю. У меня сейчас всего-то одно дело. Девчонка за квартиру не заплатила и смылась. Ну и что? Неужели из-за этого? Не знаю. Ты понимаешь, куда ты влезла? Что я сам прокурора города не знаю? Я знаю только, что это указание главного. И я тебе помочь ничем не могу. И учти, дернешься. Раздавит. Учись во всем видеть позитив. Во всяком случае, здесь тебя больше ничего не держит. Ты не понимаешь. Они ее найдут и убьют. Во-первых, с чего ты взяла? А во-вторых, что ты можешь сделать? Стоит прилагать усилия, когда есть шанс на результат. Иначе глупо. Ну ладно. Ты знаешь, я не смогу завтра заехать за тобой. Мне нужно с утра кое-какие документы оформить. Но в десять утра жду тебя на вокзале. Хорошо, я буду. Ну все, мне пора. Провожай. Танюш, ну в десять на вокзале. Угу. Договорились? Пожалуйста, не опаздывай. Хорошо. Буду ждать. Ну все. Виктор, конечно, прав. Но я все-таки должна закончить дело. Алло, здравствуйте. Это Волкова. Татьяна Волкова. А я могу поговорить с Ларисой? Я-то с Катькой меньше общалась. Они с Наташкой в основном дружили. Главное, чтобы она работала сегодня. Здесь подожди. Привет. Здравствуйте. И говори, не будешь. Искали ее уже. Кто? А я откуда знаю? Приехали, нас всех построили. Сказали, если что, они узнаем, чтобы им сообщили. Денег обещали. И ты сказала? Что я дура, что ли? Я ей хочу помочь. Ты не знаешь, где она может быть? В Маринке Зверевой, наверное. Они вместе в медухе учились, пока Катька не бросила. А где она живет? В общаге. Адрес не помню. Возле стадиона. Ладно, пошла я. Спасибо. Только не кричите, ладно? Присядьте. Присядьте, Таня. Меня зовут Григорий. Таня, мне кажется, вы не понимаете, в какую историю вы ввязались. Вы оказались между двумя сильными противоборствующими сторонами. Вы кто такой? Я думаю, вам надо выйти из игры. А я обеспечу вашу безопасность. Я в своих ранителях не нуждаюсь. Вот, послушайте. Первым будет говорить Лапа. Лапин Валентин Евгеньевич. Слыхали о таком? Вот. Ну, а второго, я думаю, вы сами узнаете. Волкова ее фамилия. Она у вас раньше работала. А сейчас она на кого работает? Он ее, что ли, на? Не знаю. Да нахрена это надо? У нее свои люди есть. Твоя мать, ерунда какая-то. В общем, она ее ищет. А что там, чего? Я без понятия. Ладно. Мы с ней поговорим, мы ее предупредим. Так, чтобы она заткнулась. Если же не поймет, это уж ты тогда, твоя забота. Ну, да. А девка? Катька где? Ищем потихоньку. Второй, как я понимаю, из прокуратуры. Ну, если Лапа сказал, что я у него работала. Совершенно верно. Это ваш бывший начальник, прокурор города. Даже так? Именно так. Насколько я понимаю, та, кого вы ищете, может оказаться важным свидетелем в одном деле. Вы меня с кем-то спутали. Я ищу недобросовестную квартиросъемщицу, которая всего-навсего задолжала за квартиру. Только как вы не подходите. Подожгли вашу машину. Это, наверное, приятели вашей квартиросъемщицы. Что-то больно быстро. На вашем месте я бы не открывал дверь. Помолчите. Здравия желаю. Капитан Мелешко. В чем дело? А это я у вас должен спросить. Ваша машина горит. Ну, а я тут при чем? Ну, может быть, спуститесь? Мне из квартиры видно. Протокол нужно составить. Ну, вот и составляйте. Прошите войти? Не разрешу. Я милицию не вызывала. Вы подозрительно себя ведете. У вас там что, взрывчатые вещества хранились? А вы их нашли? Так, гражданка Волкова, придется вам с нами проехать в отделение. На каком основании? Я нахожусь у себя дома. Вот у моей соседи. А за что это вы ее забрать хотите? Вот именно. Ее же машину пожгли, ее и арестовывать. Ну, совсем обалдели, а? Так, граждане, спокойно. Я думаю, что гражданка Волкова сейчас добровольно позволит осмотреть нам квартиру. Не позволю. Молодец, Танюха. Ну, если у вас ко мне все, тогда спокойной ночи. Лихо вы с ними. А что вы дальше собираетесь делать? Спать. Спать. У меня оставалось совсем немного времени, чтобы найти Катю и предупредить ее. Вы Марина Зверева? Да. Я ищу Катю Бунину. Не знаю я такую. А я думаю, что все-таки знаешь. Где она? Говори, где она? Ты что, не понимаешь? Ее убить могут в любую минуту. Да не знаю я такую. Вот дура. Подождите. Послушайте, она час назад уехала в Москву к моим знакомым. У тебя кроссовки какого размера? Куда? Да. Да. Деньги давай! Надеюсь, я не опоздала. Ну, где же эта дурочка? Нужно найти ее раньше, чем эти головорезы. Где? Не знаю! Деньги. 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 В документе визитка. Позвони, тебе помогут. Тихо-тихо. Тихо. Прости меня за отца. Малахов знает. Тихо-тихо. Давай, давай. Идем, идем. Идем, идем. Давай идти сюда! Аппарат ободитель выключен. Или нахуй. Деньги. Деньги. Я тебе все рассказала. Все. Ты уверена, что ничего не напутала? Чего тут путать-то? Я не понимаю. Прокурор каждый месяц к нам в клуб приходил. Слушай, ты уже достала. Иди работай. Вань. Алло, Вань, ты там за сигаретами сбегаешь, только не из бара, а моих. Хорошо, иду. Чего-то я не понял. Вроде Гринберг по даме ходит. Ну, тогда его что, обвалить надо? А тебе зачем знать? Твое дело найти конкретного человека, который все сделает. Нет, ну человека-то я найду. Через неделю все должно быть готово. И надо, чтобы человек этот был не из твоих. И вообще не местный. Потому что учти, что человека этого тоже потом придется убрать. Чтобы через него не вышли на тебя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это все. Тихо! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они уже давно до меня дотянуться пытаются. То с налогами, то еще что-нибудь. Эту провокацию тоже не здесь придумали. Местные-то так, пешки. Вы же понимаете, откуда ветер дует. Илюшку Гринберга жаль. Мы с ним вместе начинали. Хороший парень был, но слабый. Они его напугали, он и согласился с ними против меня играть. А они его в темную использовали, чтобы потом на меня его труп повесить. Доказать, конечно, ничего бы не доказали. Им же не это надо. Комбинат им нужен. Извините, вам это неинтересно. Я просто хотел, чтобы вы поняли и поверили мне. Я ведь понимаю, вы боитесь за вашу свидетельницу. Но только я сейчас могу обеспечить ее безопасность. Хотя бы потому, что мне это выгодно. Что за беспредел такой? Спать закрой! Хорош, блин! Ну, давай, давай, давай! Беспредельнички, давай! Давай, что бабушки. Вы все знали, да? Знали, но молчали! Почему? Почему мне ничего не сказали? Вы ведь знали, как для меня это важно! Почему? Ты успокойся, успокойся. Пойдем. Этот человек работал в связке с твоим отцом. После его гибели он уволился и сразу исчез. Скорее всего, он просто вывел тех людей на твоего отца. Но он оказался несговорчивым. У нас были подозрения, но не было никаких доказательств. Поэтому я тебе ничего не сказал. Ты ведь... Что? Думали, найду его и убью? А я ведь чувствовала, что кто-то из наших был замешан. Поэтому и ушла из прокуратуры. Дядь Дим. А теперь... А теперь мне его жалко. Хоть так и не должно быть. Это нормально, девочка. Ну, Танюш, что ты собираешься делать дальше? Виктор. Татьяна. Вот он. Вот он. Кто он? Это вам. Спасибо, конечно. Но вы понимаете, тут такое дело… ПОДПИШИСЬ! Да-да. Я забыл вернуть тебе ключи. Вот и закончилась эта история, которая стала для меня очень важной. Я узнала правду о гибели отца. И, похоже, нашла свою настоящую любовь. Ну что ж, до свидания. Всегда ваша Таня Волкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова